Глава государства подписал постановление о мерах по созданию дополнительных удобств населению при использовании ипотечных кредитов. Согласно документу, с 1 ноября текущего года разрешается выделение ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке без условия сдачи под ключ. До 31 декабря продлевается срок действия уведомлений о предоставлении субсидий в рамках целевых показателей выделения ипотечных кредитов в 2021 году. Комментарий программы раскроет все детали. Приобретение жилья – это не просто радость домочадцев, это показатель уверенности в работе, в достатке, в завтрашнем дне. Ипотека – самый оптимальный и доступный вариант решения жилищной проблематики. Именно проблематики, которая копилась многие годы из-за отсутствия внимания к жилищному строительству на фоне растущего населения. Благодаря личному вниманию главы государства в последние годы вопрос значительно смягчился. Возведены тысячи многоэтажных домов, сотни тысяч семей отпраздновали новоселье. Однако масштабы ипотеки могли бы быть намного больше. Чтобы создать максимум возможностей для людей по приобретению жилья через механизм ипотечного кредитования, президент Узбекистана подписал постановление о мерах по созданию дополнительных удобств населению при использовании ипотечных кредитов. Документом, прежде всего, предусматривается расширение льгот, которые предоставлены семьям, которые получили ипотечные кредиты. Это касается лиц, которые получили субсидии и получили кредит. Прежде всего, хотелось бы отметить, что увеличился размер необлагаемого минимума. Если в текущем году он составлял 15 миллионов в год, то есть это могла семья получить вычет только на полтора миллиона. То, начиная со следующего года, эта сумма составит 73,5 миллиона сумм. Или 80-кратный размер минимальной заработной платы. Это говорит о том, что в месяц теперь не полтора миллиона, а шесть миллионов, то есть практически в четыре раза. В год экономия для семьи, которая получила кредит ипотечный, это составит примерно 9 миллионов сумм. То есть это говорит о том, что теперь эта семья, которая получила в ипотеку кредит с условием субсидирования, она сможет рассчитаться раньше и, соответственно, получить его в пользование быстрее. Данный инструмент позволит развиваться дальше ипотечному рынку. Второе новшество, которое отметено, что теперь, если раньше предусматривалось, что сдача квартиры должна быть отремонтированная квартира, то начиная с 1 ноября предоставлено право нашим гражданам приобретать квартиры, у которых нету какого-то первичного ремонта. Соответственно, это позволит им самим выбрать стены, какого формата должны быть, какие обои наклеить и так далее. То есть я думаю, что данным это опять-то существенно удешевит процесс получения ипотеки, а второй процесс это то, что они на свой выбор смогут обустроить свои дома. Третий фактор, который бы хотелось отметить, это те сертификаты или заявления, одобренные нашими органами на получение субсидий. Он дается на один год. И, соответственно, гражданин, который получил право на эту субсидию, он еще пока не нашел эту квартиру, и, соответственно, у него сертификат загорает. И этот срок, который он получил в прошлом году, даже если у него истек в текущем году, 12 месяцев прошло, этим постановлением предусматривается теперь, что они могут воспользоваться этим своим разрешением на получение субсидий до конца текущего года. Это предусмотрено самим постановлением. Кроме того, ипотечные компании для того, чтобы не прекращался процесс кредитования, предусматривается дополнительное финансирование в 300 миллиардов сумм. Недавно был создан ипотечный центр в Ташкенте. Примечательностью этого центра является то, что в этом центре находятся все организации, связанные с ипотекой. Там строительные компании, банки, кадастровые и налоговые органы. Кроме этого, центр государственных услуг. Сосредоточение всех этих органов в первую очередь позволит физическим лицам получить за короткое время ипотеки. Эти центры будут открываться во всех областях для того, чтобы обеспечить за короткое время качественное предоставление услуг по ипотеке. Благодаря нововведениям по освобождению средств, направленных на выплату ипотечных кредитов и процентов от подоходного налога в распоряжение более 17,5 тысяч граждан останется в среднем 100 миллиардов сумм. Расширяются возможности тех, кто не успел получить субсидию в прошлом году. Снижено число органов, входящих в состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение субсидий. А это, как вы понимаете, меньше бюрократизма и сокращения искусственных препон. Самое, пожалуй, важное, что люди стали воспринимать ипотеку как реальный шанс улучшить свои жилищные условия. А при нынешних темпах роста населения республики это отнюдь немаловажно.